Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас 22 апреля. Посмотрите, какая красота у меня зацвела. Это княжик. Вот такая красотища. Целое море голубых цветочков. Необыкновенная нежность. Он у меня уже четвертый или пятый год, я уже точно не помню. Каждый год он цветет обильно. Вот такими вот просто нежнейшими цветочками. А вот там первый год зацвел розовый княжик. Вот какая красота. А тут распускаются листочки. Это клён фламинго. Вот такой вот он красавчик. На молодых веточках вот такие розовые листочки появляются. Потом они, эти розовые, становятся белыми. Это только на молодых приростах. Поэтому такое название фламинго. Тут вот наклюнулся уже мой тёмно-розовый рододендрон. Это сиреневый. Тоже вот такие уже большие почки. Тут вот начали расти новые почечки. Вот такая камеоломочка цветёт сейчас. Красота необыкновенная. А тут скоро зацветёт голубая лагуна. Вернее, лагуна княжек. Последнее время княжики мне нравятся гораздо больше, чем клематисы. Клематисы гораздо прихотливее. Эти ни морозов не боятся. Растут и в полутени, и, можно сказать, что в тени, и на солнышке. И вот так вот рясно цветут. Причём цветут два раза в год. Один раз вот так обильно. И потом в конце лета, до самых морозов, по одиночной цветочке у него есть. Никак я ещё не помою и не запущу сюда рыбок. Времени не хватает. Но на днях, я думаю, что до первого мая я всё-таки всё это сделаю. Надеюсь, если здоровье не подведёт, то запущу сюда рыбок и помою большой прудик. Вот так цветёт у меня сейчас гибискус. И вот ещё скоро распустится. Вот так выглядит моя клумбочка. Ещё не поставила я сюда свои зверушки. Зверушки, ну, скоро всё сделаю. И обязательно вам покажу. Здесь уже обрастает вичи. Гортензия моя пошла хорошо в рост. И тут тоже на клумбах. Они зимовали в клумбах. А здесь я вынесла свои гортензии с теплицы, которые у меня стояли в теплице. Купленные вот эти были осенью. Вот сейчас они уже цветут. Это мисс Саори распускается. Это будет цвести серия Black Diamant After Night. А это сбежавшая невеста. Вот уже начинает цвести. Это ампельная гортензия. Слышите, это поёт лягушка у нас, жабка. Каждый год она у нас здесь поёт песни. Вот так вот зацвёл Аканит. Ой, вернее, Асмантус. Вот такой вот цветок ещё до конца он не расцвёл. И вот там два цветочка будет. Один и внизу ещё один. Вот такая красотища. Стоял он у меня в теплице около прудика. И вот сейчас здесь лаврушку сюда вынесла. Ещё, конечно, я не расставила все свои растения так, как положено. Но пока стоит вот здесь в полутени, чтобы не обгорели молодые листочки. Вот такие приросты у него сейчас пошли. Весь в молодых приростах. Лавровый лист домашний ни в какое сравнение не входит с тем, который продаётся в сушёной пачках. Если вы свой заготовите, посушите и добавляете, то достаточно одного листочка на кастрюлю с супом, либо другого блюда. Потому что он очень ароматный и очень полезный. Зацветает у меня вот такая вот сирень. В этом году она у меня первый раз цветёт. Ещё маленькая. И немножечко не соответствует тому, как она должна цвести. Но посмотрим, как зацветёт в следующем году. Потому что в прошлом году я её посадила уже поздно. И она очень долго болела. Никак не могла отойти. Ну, поэтому, видимо, всего один цветонос у неё. Надеюсь, на следующий год она покажет всю свою красу. А тут зацветает моя садовая азалия. Вот уже первые цветочки распустились. Она здесь зимует у меня без укрытия. Прекрасно себя чувствует. Каждый лод цветёт ряско. Вот такие сейчас листья просто огромные на морозниках. Даже поскрывали все мои медуницы. Где они тут спрятались? Вот они, медуночки мои. А здесь вот такая вот балериночка цветёт. Магнолия. Жёлтая птица. Но в этом году она не цвела. Надеюсь, что на следующий год зацветёт. Здесь распускается древовидный пион. Но он не такой, как я покупала. Не знаю. Посмотрим, что оно распустится. Это я заказывала на сайте. Флориум. Не знаю, что оно будет. Я разочарована. Два года ждала. И вот какой результат. Цветёт Абриета. Сейчас вот такой вот молочай зацветает. Когда он цветёт, запах стоит мёдом. Просто необыкновенный. Тоже отцветают мои примылки-балеринки. Там вот жёлтенькая. Здесь Кандик. Не знаю, будет он цвести или нет. Садовая орхидея ещё одна. Посмотрим. Вот такая вот. Сейчас пиалочка цветёт. Ещё несколько цветочков держится. На магнолии оно уже отцветает. Здесь ещё один древовидный пион. Магнолия. Это звёздчатая уже отцвела. Вот она, ещё одна у меня залия, которая тоже в открытом грунте зимует. Крупные цветочки у неё вот такие. Тоже прекрасно зимует. В прошлом году я её пересаживал, поэтому на ней в этом году не очень много цветочков. Ну, надеюсь, на следующий год будет больше. А вот тут зацветает у меня красота. Ещё не распустились цветочки. Это декоративный боярышник. Скоро будет красота необыкновенная. В прошлом году я его посадила. В прошлом году он не цвёл. И вот в этом году вот сколько цветочков на нём. Вот тут забыла, как называются эти цветочки. Вот миленькие, очень красивые цветут. Тут мои рыбульки. Надо срочно мыть после зимы прудик. Как помою этот прудик, сразу же поставить сюда фильтр и запустить водопад. Ну, а здесь и топион. Вот уже весь в бутонах. Как зацветёт, красота будет вообще. Необыкновенная бересклет, жёлтый. Сейчас вообще красотища. Сочетание шаловидного флокса на фоне этого жёлтого бересклета просто красотища. Горки не видно. Всё скрыто цветами. Здесь пока ещё стоят мои журавли. Скоро они переедут к прудику. Тут ещё цветёт. Это балерина примула. Уже цветает. Здесь мускарии. Вот такие вот махровые. Очень много сейчас цветёт маргариток. Красивые такие нюкки. Сами насеялись. Это аурикола. Вот так выглядит клумба. А здесь зацвёл это барбарис. Вот такой красивый бордовый. Тут плетущаяся гортензия. Очень красивая. В прошлом году она цвела. Аромат такой. Пчёл. Целое море было на ней. Здесь вот падуб. Новый у меня. Вот пошли уже новые приростики у него. Значит, он прижился. Всё хорошо с ним. Вот такой вот клён. Пальмовидный. Очень красивый. В этом году он так хорошо подрос. Вот такая красота. Необыкновенная. А в его тенёчке растут садовые башмачки. Циприпидиумы. Беленькие уже отсвели. Вот тут рядышком. А эти сейчас в самом цвету. Причём это один горшочек высажен. И они там разные. Видите, какие? Тут такие. А тут вот какие. Такой жирняйчик. Жирняйчик. Сейчас я его поверну сюда немножко. Вот какой красивый. Вот такие. Распускается бук триколор. Когда листочки совсем распустятся, красотища будет. Вообще. Вот такие вот должны быть листики. Араукария моя подрастает. Чилийская. Вот это новые приросты. Светлые. Это бугенбелия варигатная. Ещё она не цвела. Жду, когда зацветёт. Вот такая красота. Мои красавицы альстромерии цветут. Кто-то уже отцвёл. Вот новые бутончики растут. Отцветают, завязываются. Новые. Тут вот это семена. Но я их обрываю. Не оставляю. Вот такие вот красавицы. И вот такая бугенбелия. Вичи разрастаются. Потихонечку. Тут вот скоро зацветёт варигатная вигела. Жимовость шапочная. Это шоколадная альбиция. Вот уже какие веточки у неё. Зимовала она здесь. В грунте. Правда с укрытием. Здесь падуб. Новые приросты пошли. Вот расцвела. Зимовала. Домашняя залия здесь. Вот один цветочек распустился. Вот тут ещё бутончик есть. Ну, конечно, мало совсем бутончиков. Ну, посмотрим, как она дальше тут будет расти. Это индийская сирень. Вот такая тёмная, бордовая красота. Здесь тоже падуб. Здесь тоже падуб. Отцветает уже левизия моя красотка. Уже мало цветочков осталось. Здесь тоже варигатная. Вейгела. Вот такая вот здесь вьющаяся гортензия. Варигатная. Очень красивая. А здесь тоже индийская сирень. Только розовая. Магония уже оцветает. Здесь уже вот такие вот бутоны на каликантусе. Вот уже скоро, скоро распустится. Будет красотища и аромат необыкновенный. Вот в каждой пазухе листочек. Листочка, цветочек. И новые приросты пошли. А здесь скоро вейгела тоже зацветёт. На ёлочке новые приростики пошли. Это была привезена ёлочка с леса. И вот так я её подстригла. И теперь у меня получилась вот такая ёлочка на штамбе. Вот такая. Сейчас цветёт мой вот такой вот рододендрон. А вот плохо видно. Уже скоро начнёт оцветать. А здесь ещё один княжек. Пропертус. Вот такой вот княжек необыкновенный. Красивый. Нежнейший. Повторюсь ещё раз, что мне стали больше нравиться вот такие вот княжики. Они отлично цветут. Вот в прошлом году я его посадила. И вот так он уже подрос у меня за один сезон. С маленького череночка. Вот такая красота. Просто нежнейшие цветочки. Как эльфы. Или как балеринки. А здесь бутоны набирают пионы. Скоро будет бал пионов. А тут расцветает мой самый старый древовидный пион. Ему уже лет, наверное, 20. Он высотой уже где-то метр восемьдесят, наверное. Он просто огромный. Аромат стоит вообще. Вот такая красота. Вот на вытянутой руке. Снимаю. А вот сейчас ещё цветёт айва. Вот вся бутонов в этом году. Первый раз она. Вернее, не первый, второй раз. В прошлом году было два цветочка. И ничего она не завязала. И вот в этом году на каждой маленькой веточке бутоны и цветочки. Ну как же без моего помощника никуда. Вот скоро зацветёт ещё белый древовидный пион. Жду, не дождусь, когда он распустится. Он очень красивый. В теплице уже начали завязываться новые плоды. Это маракуйя и дулис. Пассифлора маракуйя и дулис. Здесь, и вот там, и бутонов ещё целая куча. Надо, сейчас похолодание пройдёт. И я вынесу на улицу её. Вся она в бутончиках сейчас. Цветёт фейхоа. Вот ещё один цветочек. И внизу ещё один. Вот он. Ещё есть бутончики. Вот три штучки. Вот тут. И вот здесь ещё два. Вот такие интересные инопланетные цветочки. Вот так пошли в рост мои прививочки авокадо. Это бакон. Вот такой вот красавчик. Он самый крутой. Лучше всех пошёл в рост. Вот ещё прививочка. Тоже неплохо вошла. Вот это Эдфагер какой-то. Не знаю. Вот тоже неплохо. И вот он ещё там тоже такой же самый. Тут ещё один рид. Пока ещё не очень-то хорошо. Но тоже там есть зародыши листиков. И вот этот. Это у нас что? Фуэрте. Ну, пока там маленькие листики. Я ещё пока не открывала его. Пусть пока хорошо приживается прививочка. Вот такой уже огромный банан. Ствол у него уже вот такой вот толстый. Вот. Сейчас с другой стороны покажу. Ох, какой уже ствол. Вот такие мои папайки уже подросли. Королевская и Red Lady. Надо их тоже пересадить. Вон, друг опять пришёл. Помошник. Помошник. Да, Рич? Помошник? Вот сейчас как выглядит мой барейгатный коломандинчик. Опять он весь в бутончик. Так что пересадка никак не повлияла. То, что я его пересаживала с плодами. Многие кричали, что она делает. Так нельзя. Вот, пожалуйста, плоды я срезала. Кое-какие маленькие совсем оставались. Вот они уже начинают спеть. И опять он весь в бутончиках. Скоро будет цвести. И новые приростики есть. И бутончики. Так что всё ему понравилось. Всё ок. Тут стоят пассифлорки квадрангулярис. Кого интересует, тоже пишите. Под видео есть телефон. Всем отвечу. Кого заинтересовало, вышлю. Потихонечку подрастают лимончики на лунарио. Вот такие уже. Вот. И тут ещё цветут. И завязи есть. Тут немножко завязал загар Абьянка. Но это его первое цветение. И я думаю, что он практически все завязи поскидывает. Ну, может быть, там оставит один или два. Ну, и то хотя бы попробовать. А тут коробара. Вот такие вот завязи. Листочков там нет в кизу. Но зато и есть завязи. Сейчас самое время обработать по листу. Удобрением 20-20-20. Потому что есть и приростики. И есть завязи. И ещё некоторые растения цветут. Поэтому я сделаю подкормочку 20-20-20. Ну, а тут продолжают подрастать потихонечку. Это сатсумумиагава. Вот такие уже плодики. Есть побольше. Есть поменьше. Он потихонечку нормирует свой урожай. Здесь было очень много цветочков. Ну, сейчас уже плодиков не так много осталось. Ну, надеюсь, будет достаточно, чтобы полакомиться этим вкуснейшим мандарином. А тут у меня подрастают прививочки. Я их убрала вниз. Потому что они стали немножко подгорать на солнышке. Пусть лучше будут в тенёчке. Некоторые вот с бутончиками. Сюда же вниз я и поставила голд наггет. Потому что тоже он начал на солнышке подгорать. И быстро пересыхала земля, грунт. Поэтому я его поставила здесь, внизу, вместе с другими растениями. Тоже кое-где есть завязи. Цвёл он очень рясно. Но вот осталось всего там несколько плодов. Надеюсь, хотя бы там один-два останутся, чтобы попробовать, какой он. Это его первое цветение. Ещё он ни разу не цвёл. Ну, посмотрим, что будет дальше. На Павловском лимончике подрастают. Вот такие уже плодики. Есть и побольше, есть и поменьше. Всяких размеров. Тут вот только недавно завязались есть плодики. Вот ещё цветочек даже есть. Ну, потихонечку подрастают. Это коммуна-иса. Он очень долго болел. Потом вроде бы отошёл, начал цвести. Но напала на него зараза в виде мучнистого червеца. Вот осталось несколько у него завязей. Может быть, даже и какой-то он оставит. Какое-то количество плодиков. Ну, уж очень хочется попробовать. Уже деревце такое не совсем маленькое. И ни разу ещё не было плодов на нём. Это продолжает цвести Таруха Гала. Там тоже есть несколько завязей и цветочков ещё много. Это первое цветение. И не знаю, что-то он завяжет или нет. Растение ещё молоденькое совсем. Ещё маленькое. Ну, посмотрим. Это Танжела Мапа. Есть несколько тоже плодиков он завязал. Пока их оставил. Оно так в прошлом году тоже было. Совсем маленькие плодики сначала. А потом потихонечку, потихонечку начинают расти. Он очень долго растит свои плоды. Вот тут мои растения. Так стоят пока некоторые. Большинство я уже вынесла на улицу. Осталось тут немножко. Вот уже практически отцвёл мой ампельный цимбидиум. Красавчик этот. Надо срезать и пересадить. Все свои цимбидиумы я уже пересадила. Вот остался один. Вот этот. Там у него уже пошли новые приростики. Псевдо бульбочки вот там. Три или четыре штучки. Там вот ещё не видно. Рыбки пока мои здесь. Пока ещё я не пересадила на улицу. Никак не дойдут руки. Вот они тут спрятались. Пу-ку прячутся под травой. Ну а тут это мандарин энкор. Тоже вот есть тут несколько завязей на нём. Было много. Он тоже поскидывал частично. И вот несколько пока держится. Ну и тут мой ананасик ещё растёт. Пока ещё желтеть он не начал. Но подрастает. Потихоньку подрастает. Чубчик уже такой хороший у него. Надеюсь, скоро он поспеет. И мы попробуем свой ананасик. Зато вот такая коронка уже большая выросла. Вот какая уже. И это не колючая, не колючая ананасик будет. Так что жду не дождусь, когда он заплодоносит. И размножить его хочется. Так. Здесь мандарин хаги. Тоже там несколько плодов есть. Может быть, даже что-то и поспеет. Оборвала я все свои кумкватики Маргарита. И он сразу пошёл в рост. И кое-где уже даже есть цветочки. Сейчас я попробую приблизить. Не знаю, видно будет или нет. Там ещё сверху очень много приростов на нём сейчас. А это сейчас весь в приростиках и бутончиках. И вот это мандарин квад индио. После того, как я его выпотрошила, ему все корни поубирала траву. Вот он сейчас хорошо пошёл в рост. И вот скоро зацветёт. Надеюсь, и плоды тоже будут. Ну, а тут вот есть завязи. Ну, совсем тут несколько штучек. Это танжела угли. Не знаю, оставит он эти плодики или скинет. Но пока как-то так. Зато он очень хорошо вырос. Прям такой шикарный стал. Был такой заморож. Я покупала его совсем замученным. Всего там несколько почечек торчало. Я думала, что он пропадёт. А он вот так вот отлично вот за эту весну вырос. Так что, надеюсь, скоро он меня порадует своими плодами вкусными. А это клементин с рынка. Моя прошлогодняя прививочка. Вот он даже зацвёл. Ну, посмотрим. Я думаю, что он, конечно же, скинет эти плодики. Но всё-таки вот прививка удалась. Начала расти. Хорошо подросла. И даже вот тут есть плодики маленькие. А это у корубара. Есть несколько тоже завязей тут. Пока они ещё маленькие. Ну, вот, позавязывал. Хорошо пошла в рост прививочка аркаболена. Только никак вот не начинает расти пинкеврика уже год. Больше года сидит и не растёт. Ну, ладно. И не засыхает, и не растёт. Ну, пусть сидит. Посмотрим, что будет дальше. И сейчас вот так вот разросся, разрослось моё земляничное дерево. И вот сейчас опять на нём бутончики. Надо его вынести на улицу. Пусть он там постоит, чтобы, может быть, там его пчёлки или какие-то другие жучки, или пчёлки, или шмелики, или кто-нибудь, может, его опылит. Потому что он так цвёл рясно зимой, но все завязи опали. Наверное, опыления не было. Поэтому вот так он себя повёл. Ну, надеюсь, хоть в этот раз, может быть, хоть несколько ягодок поспеет. Уж очень хочется попробовать, что это за земляничное дерево такое. А это ручка Буды. Вот она такая уже начинает расти. Ну, не знаю, растение совсем малюсенькое. Вот опять отцвёл. Надо эту зависть убрать. Точно, потому что растение совсем маленькое. Пока то не буду убирать, чтобы он опять не начал давать цветочные почки, а пошёл в рост. Вот такой он несчастный. Ну, ладно, никак что-то мне не удаётся с ним подружиться. Здесь вот так вот сейчас поспела мурайка. Я уже горсточку собрала ягодок. И ещё вон сколько осталось. И тут опять вот будет цвести бутончики. На кончиках веточек формируются. Это апельсин Валенсия. Здесь вот есть несколько завязей. Он пока оставил. Ну, не знаю, останутся они или отпадут, потому что он ещё совсем маленький. Ну, а тут тоже после того, как я сорвала плоды, хорошо пошёл в рост Лайм Кват Товарес. Новые приростики везде у него на веточках. И тут вот два ещё плодика начали дорастать и доспевать. И вот тут даже есть уже бутончики. Ну, а это тортили Дичикули. Тоже там несколько плодиков осталось. Регулируют ещё свой урожай. Посмотрим, что там останется в итоге. Тут это мандарин Мичуринец. Тоже там есть несколько плодиков. А это декапончик моя прививочка новая. Вот там, по-моему, даже цветочки, по-моему, на цветочной почке полезны. Ну, посмотрим, что будет там. Так, вот тут вот два бананчика ковендиша. Они будут на продажу. Кого интересует, пишите, пожалуйста. Это апельсин фрагола. Тоже осталось несколько завязей. Они подрастают. Ну, не знаю, растений ещё, конечно, маловато. Ну, пока я не обрывала ещё эти завязи. Пусть пока ещё подрастут. Он, может быть, сам сбросит. Так. Ну, а это СРА-89. Тоже сейчас с цветочками, с бутончиками. Там апельсин уже оцветает. Это мордаблдаблдак. Там есть несколько завязей. Ну, уж хочется попробовать, что это за даблдак. Должны быть апельсины тёмно-бордового цвета. Ну, а это мой Мэйр. Вот так он сейчас хорошо уже оброс листьями. Есть там несколько завязей. Ну, конечно, для него это маловато. Буду ждать нового цветения. Надеюсь, ему в грунте всё понравится. И он будет радовать меня своими плодами вкусными. Это бергамот фантастика. Тоже он весь сейчас в молодых приростах, цветах, завязях. Всё ему понравилось в грунте. Так что будем ждать новых плодов. Ну, а тут две атыноечки мои тоже высажены в грунт. Вот они поскидывали свои старые листья. И сейчас у них вот пошли везде новые приросты. С каждой пазухи, там где были листики, сейчас начинают расти новые веточки. Где-то уже побольше, где-то ещё поменьше. Но надеюсь, что она будет здесь хорошо расти. Вот такой же листик. Вот он тоже отпадёт. И надеюсь, там пойдёт новая веточка. Тут одна. И вот вторая атыноечка. Тоже она с новыми приростами. Ну, а тут два моих манго. Вот потихонечку. Навязалось, конечно, много плодиков. Но, естественно, он поскидывает. Ну, хоть бы там оставил хоть один плодик. Очень хочется попробовать свой манго. Очень люблю яманго. И хочется своё попробовать уже. А это... Это... Палмер. А это у нас Глен. Тоже тут есть несколько плодиков. И ещё цветы. Раз, два и три цветоноса. Так, это мандарин Корсика. Тут тоже есть один или там, не знаю, несколько, короче, плодиков. Посмотрим. Может быть, даже что-то и оставит, и поспеет. Это пупочный апельсин. Начинает потихонечку подрастать завязи. Поскидывал очень много. Ну, что-то и оставил. И вот такой уже большой у него один плод. И вот у меня радость какая. Наконец-то мой мандарин Кинг. Мой заморыш с огнившими корнями. Вот, пришёл. Как же снять так, чтобы плохо видно. Вот этот. Наконец-то он пошёл в рост. Значит, всё с ним будет хорошо. Я на это очень надеюсь. И вот новость. Только оцвёл мой неопознанный апельсин. И вот, пожалуйста, опять новые бутончики на нём. Ну, надеюсь, хоть на этот раз он что-то завяжет. Потому что поскидывал все завязи. Так он уж рясно цвёл. Потом что-то пошло не так. Так он все скинул завязи. И вот опять новые цветочные почки там пошли расти. Цветоносики. Ну, пока что я наблюдаю только на одной веточке. Ну, ладно. Это ещё один Вашингтон Невел. Пока на нём завязи вот ещё держится. Не знаю, что он оставит. Ну, хотя бы несколько апельсинчиков останется, если то будет хорошо. Это первое его цветение. Ну, а это моё помыло Валентина. Вот потихонечку подрастают плодики. Тоже кто-то кричал, что она делает. Зачем она пересаживает с плодами растения. Ну, ничего. Если аккуратно это делать. Если полить потом ради фарма. То даже с плодами можно это делать. Вот видите. Если это перевалочка. Если всё аккуратненько. Вот плоды пока держатся потихонечку. Подрастают. Надеюсь, ну, хотя бы там один-два оставит. А это мой Мора. Тоже. Вот у него плодики. Тоже подрастают потихонечку. Пока достаточно плодиков прилично осталось. Но посмотрим, что в итоге останется. И тут снизу есть. В общем-то потихоньку он растит, плодики. Ну, как я не дождусь плодоношения. Вернее, пока поспеют плоды у ОМО-8. Уже столько времени. Всё, они висят, висят. И никак не окрашиваются. Уже столько времени. Я не знаю. Уже больше года, наверное. Уже когда они окрасятся. Плоды уже довольно-таки крупненькие. Их много. И никак не поспеют. А это с Вити. Вот тоже уже вот такой плодик. Один. Вот там поменьше второй. И вот третий. Ну, а тут две мои сапоты. Одна вот такая уже вымахала. Огромная. Но пока на ней нет плодов. Хотя она цвела. И плоды все скинула. Но зато вот эта маленькая, жёлтая сапота. Вот такой уже у неё плодик. Довольно-таки уже приличный. Вот. Потихонечку она его растит. Не скидывает. И новые вот там приростики у неё пошли. Частично вынесла на улицу растения. А сюда переставила с окошка свои суккуленты. Потому что они стали там подгорать. Вот. Поэтому пусть пока здесь постоят. Вот такие вот красавчики. Надо многие уже пересаживать, укорачивать. Кактусик цветёт. Вот такая красота. Сюда я повыносила саженцы инжир далманский в огород. Здесь же стоят и мои лаврушечки. Вот ещё инжирчики. Сюда в тенёчек я повыносила все свои цимбидиумы. Все они пересажены в новый грунт. Все с приростами, с молодыми. Так что думаю, что всё будет хорошо с ними. Это есть ещё вот такая вот рассада цветов. Это ипомейбатат. Два вида. Вот такая. И вот такая. С этой стороны все мои камелии. Вот так они в тенёчке тоже стоят. И все сейчас. Абсолютно все с новыми приростами. Надо их тоже подкормить. Здесь ещё и азалии тоже вот пошли хорошо в рост. На Доланете ещё есть бутончики. И тоже она пошла в рост. А вот это камелия. Вот уже начала завязывать цветочные почки. Это камелия. Сейчас посмотрим, что это за камелия. Ага. Это бонамиана. Очень красивая камелия. И вот она сейчас завязывает уже цветочные почечки. Она хорошо отросла. Много молодых приростов. И вот один бутончик ещё остался на камелии Валенте. Посмотрим, распустится он или нет. Надеюсь, распустится. Кто-то уже с большими приростами. Где-то ещё только вот начинают расти. Молоденькие приростики. Так что все пошли в рост. Ну, а это инжир далматский на улице. Вот уже у него бребочки. Вот такие первые пошли. Он плодоносит два раза в год. Плоды очень крупные и вкусные. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Это помогает продвигать видео, чтобы как можно большее количество посмотрели его. Будет очень много всего интересного. Так что я очень рада, что вы со мной. Спасибо тем, кто подписался, кто смотрит мои видео. Я очень рада. Ну, а так инжир выглядит в тепличке, который посажен в грунт. Это обычная теплица, неотапливаемая. Инжир я здесь укрывала. Это инжир турки браун. Тоже вот такие уже у него бребы хорошие. И новые приросты. Я его пересаживала осенью, потому что мы сюда переносили тепличку. Она раньше в другом месте стояла. На ее месте мы построили отапливаемую теплицу. И теперь у меня здесь растут инжир. Два граната. Один мы не пересаживали. Он как раз хорошо сюда вписался, в теплицу. Вот второй гранат. Этот мы пересадили. Он, конечно, отстает пока в развитии от того, потому что он был пересажен. И сейчас он немножечко болеет. Вот видите, какая разница большая. Этот роз на месте. И мы его не трогали. И вот этот, который пересадили. Ну, надеюсь, он залито наверстает все. И будет все хорошо с ним. И еще здесь две хурмы. Вот одна. Тут даже уже бутончики. Она тоже была сюда пересажена осенью. Эта прижилась хорошо. А вот вторая пока стоит без листиков. Вот она. Но веточки живые. Зелененькие. Так что, я думаю, она тоже скоро начнет расти. Она так же, как и гранат, болеет. Это бычье сердце. А это я покупала, как жемчужина саранетти. Ну, посмотрим. Мне говорят, что это обычная хачия. Ну, посмотрим. Была еще одна у нас хурма. Хурма, но, к сожалению, какая-то болезнь на нее напала в прошлом году. И она очень быстро погибла. Очень жалко. Была очень вкусная. Крупные плоды. Но посмотрим, может быть, это поспеет. И тоже будет очень вкусно. Ну, а это голубика. Вся в цветах. Здесь уже это ранняя. Вот уже в завязи у нее. Тут еще цветет. Шмелечки летают. Голубикла выпыляют шмели. Сейчас цветет герань садовая. У меня ее очень много посажено. Она очень хорошо декорирует садовые дорожки. Хорошо разрастается. Очень неприхотливая. И красиво. Я ее насадила практически везде. И тут тоже растет. Тут морознички. Вот такая красота есть. Ой, плохо видно. Ну, как не сфокусируешь. Вот. Вот такая анемоночка. Вот такой вот тюльпанчик. Красивый. А вот вторая анемонка. Немножечко другая. Вот такая. На этом сегодняшнее видео я буду заканчивать. Выращивайте такую красоту. Она в это нелегкое время нас спасает от депрессии, от уныния. Выходишь во двор, смотришь на эту красоту. И сразу хочется жить. Поднимается настроение. Пишите свои пожелания, что бы вы хотели, что бы я вам показала и рассказала. Желаю всем прекрасного настроения. Скорейшего мира. Будьте все здоровы. И до новых встреч.